Всем привет! Меня зовут Соня, и мы с моим мужем Святославом на этом канале рассказываем про нашу жизнь в Израиле, про наш опыт, про наши поездки, и также нам очень нравится отвечать на ваши комментарии. В этом видео мы бы хотели поделиться нашим опытом поиска первой квартиры в Израиле. Сразу хочу оговориться, что не все, когда приезжают в Израиль, начинают сразу искать квартиру. Существует множество различных программ, например, цахнута, в которых вам не придется самостоятельно искать жилье. Например, если вы едете в кибуц, то там вам предоставляют жилье, вас там кормят, предоставляют ульпан, и взамен этого вы должны работать на кибуц. Как правило, эта работа связана либо с сельским хозяйством, либо на каком-то заводе при кибуце. Также существуют программы, например, от сахнута, где вы едете конкретно в ульпан и живете при этом ульпане. Ульпан предоставляет вам общежитие, если вы одиночка, или маленькую студию, если вы семейная пара. Эти программы не бесплатные, в целом мы рассматривали вариант поехать как раз по программе в Ульпан, но после несложных математических вычислений мы поняли, что в целом гораздо проще будет найти квартиру самостоятельно, так как, например, программа в Ульпане Эцион в Хайфе стоит около 10 тысяч шекелей за двоих. Это рассчитано на пять месяцев, и в целом примерно там за две, может быть, три тысячи шекелей в Хайфе абсолютно реально снимать квартиру. И также нас не устраивало то, что эти программы стартуют всего два раза в год, и, по-моему, это ноябрь и май, а мы хотели репатриироваться в феврале. И конкретно в Эционе нельзя присоединиться к уже текущей группе, даже если у вас есть какие-то знания, что немножко грустно, потому что конкретно я хотела попасть в Эцион, и в итоге хожу сейчас в другой Ульпан, но в целом тоже нормально. Изначально мы рассматривали два региона для переезда. Это центр, то есть Тель-Авив либо его окрестности, либо Хайфа. Но когда мы сели и все посчитали, то поняли, что Тель-Авив и даже его окрестности в первые полгода мы точно не потянем, на корзину там жить вообще нереально, так как съем жилья начинается примерно от пяти тысяч шекелей за маленькие студии и просто до бесконечности. Там цены улетают в космос. В то время как в Хайфе абсолютно реально снять квартиру где-то за 2,5-3 тысячи шекелей. Например, мы снимаем за 2,200. Это не совсем центр города, но в целом это неплохой район. До центра Хайфа мы можем добраться на автобусе, ехать буквально 10-15 минут. Наша квартира — это трешка, хотя по израильским меркам, если честно, сложно сказать, сколько здесь комнат, потому что, например, когда мы искали, мы выставляли фильтры от полутора комнат, что идентично в России однокомнатной, потому что они кухню считают, как за полкомнаты. Вот. В конце концов, мы решили ехать в Хайфу и, если честно, вообще не пожалели. В Хайфе есть вся необходимая инфраструктура, например, ходит общественный транспорт в Шаббат, есть большое количество магазинов, есть много разных больничных касс, днисрат, много ульпанов. В общем, все, что нужно для жизни, а также, если вдруг захочется поехать в тот же Тель-Авив, сел на поезд, и через час ты уже будешь там. Ну и плюс у меня в Хайфе живет дядя, который нам безумно помог на первых парах. Большое ему за это спасибо. Итак, что касается поиска жилья в Израиле, есть, наверное, три основных ресурса. Первое — это сайт Ядштайм, второе — это группы в Фейсбуке, и третье — это маклеры. Маклер — это агент по недвижимости. У всех этих трех ресурсов есть свои плюсы и минусы, свои нюансы. Так, например, сайт Ядштайн, кстати, через который мы в итоге нашли квартиру, он весь на иврите, он не работает из других стран, кроме Израиля, поэтому если вы будете искать через него, то обязательно включайте VPN. И в целом он очень не юзерфрендли. То есть, например, когда я искала квартиру, находясь в России, Ядштайн постоянно просил меня найти холмы, найти светофоры. В общем, знаете, вот эти картинки, где нужно тыкать и выбирать, что я не робот. И также там постоянно выскакивает реклама, и в целом довольно сложно в нем разобраться, но когда вы разберетесь, то вы откроете целый мир поиска жилья в Израиле. На этом сайте вы можете найти квартиру конкретно от собственника, не через маклер, хотя маклеры там тоже сидят. И у собственника вы уже можете узнать конкретно все детали по квартире. И также, если вы снимаете квартиру напрямую от собственника, то договор вы тоже будете подписывать с собственником, поэтому при поломке чего-либо у вас не должно возникнуть каких-либо проблем. То есть, например, если что-то сломалось не по вашей линии, то это должен починить собственник жилья. Так, например, у нас, когда мы заехали, обратили внимание, что у нас очень слабый напор воды в душе. Мы сказали нашему арендодателю об этом. Он вызвал мастера, и тут началась эпопея. К нам приходило, наверное, 4 мастера, и только в конце концов, спустя месяц, нам там что-то худо-бедно починили. Первый мастер пришел и сказал, что у нас не оборудована крыша. Второй мастер сказал, что он старый. Третий мастер просто что-то покопался, поковырялся и ушел, даже не сказал нам. И только четвертый мастер как-то починил. Вот. Хоть у нас до сих пор это все работает не идеально, но в целом плюс-минус нормально. В то время как, если вы будете снимать квартиру через маклера, то, скорее всего, это будет игра в сломанный телефон. Так маклер будет перекладывать обязанности на собственника жилья, а собственник на маклера. И весь процесс починки будет очень сильно затягиваться. И помните, что в Израиле и так все работают очень нерасторопно и пытаются всеми возможными способами переложить свои обязанности. Опять же, это только наш опыт, это мое мнение. Может быть, оно неверное. Если у вас есть свои истории, то поделитесь об этом в комментариях, нам будет интересно почитать. Итак, раз уж мы заговорили о маклерах, давайте перейдем к ним и затронем эту тему немножко подробнее. Насколько я знаю, разные маклеры работают по-разному. Есть маклеры, которые не возьмут с вас ни копейки, и, скорее всего, они будут показывать вам те квартиры, которые построили их агентство. Как правило, это квартиры-деленки, то есть наподобие российских коммуналок, которые просто взяли и поделили. Там будет очень слабая шумоизоляция, вы будете очень хорошо слышать ваших соседей. Скорее всего, это будет маленькая квартира, где-то до 40 метров, и не совсем пожаробезопасная. Есть маклеры, которые возьмут с вас 100% или 50% плату за месяц в счет их услуг. А есть еще маклеры, насколько я знаю, которые при каждом последующем переподписании договора, точнее, продлении его на год, будут также с вас брать фи. Поэтому очень внимательно читайте договор, как на аренду жилья, так и на услуги маклера. Это очень важно. Не стесняйтесь попросить паузу, чтобы ознакомиться с договором. Скорее всего, он будет на иврите, но Google-переводчик вам в помощь. Сядьте, успокойтесь, внимательно прочитайте, и все будет хорошо. И последний сорс поиска жилья, о котором мне известно, это группы в Фейсбуке. Но, скорее всего, там вам будут пересдавать квартиру, либо, опять же, там будут маклеры. Потому что в Фейсбуке постят квартиры те, кто не говорит на иврите. Кто говорит на иврите, они постят свои квартиры на Эрштайн. Здесь возникает вопрос, зачем пересдавать квартиру? В Израиле при подписании договора вы будете выписывать 12 чеков вашему арендодателю. И, соответственно, каждый чек арендодатель может обналичить раз в месяц. То есть, например, если вы заехали в квартиру 1 апреля, предположим, вы выписываете 12 чеков на каждый последующий месяц, например, на 1 мая, на 1 июня и так далее. И каждый месяц ваш арендодатель может обналичивать эти чеки. И по условиям договора вы обязуетесь жить в квартире 12 месяцев. То есть, это не так, как в России, за 2 недели предупредил и съехал из квартиры без проблем. Нет, здесь все не так просто. Вы обязуетесь жить здесь 12 месяцев, либо обязуетесь найти себе замену, которую одобрит ваш арендодатель. Как раз такие ребята, скорее всего, сидят в Фейсбуке и постят свое жилье. Например, они хотят съехать раньше и ищут себе замену. В целом это неплохо, но обязательно уточните причину, потому что, возможно, причина — это как раз плохая квартира. Также, скорее всего, вам придется дать либо какой-то залог, либо чек-бетахон. Чек-бетахон выписывается без даты, и он нужен для того, чтобы как-то обезопасить арендодателя. То есть, например, если вы вдруг что-то сломали, арендодатель имеет право обналичить чек-бетахон через суд. Итак, как же искали квартиру мы? Мы искали квартиру через сайт Edgtime. Мой дядя прислал мне список районов, которые стоит рассматривать для новых репатриантов и в целом для тех, кто будет ездить в Ульпан, где хорошая инфраструктура и так далее. И я просто копировала название этих районов, указывала те параметры, которые мне важны. То есть, например, от полутора комнат до трех тысяч шекелей мы искали квартиру. Нам было важно, чтобы в каждой комнате был кондиционер, потому что без кондиционера, особенно в спальне, летом здесь просто можно свариться. И таким образом я мониторила Edgtime на протяжении нескольких дней, скидывала понравившийся вариант моему дяде, он давал какой-то фидбэк. То есть, например, хороший ли это район, в целом, как ему квартира, на что стоит обратить внимание. Так, например, как-то раз я нашла квартиру, вроде по цене огонь, классная квартира, классная мебель внутри, но оказалось, что в соседней комнате на протяжении всей аренды будут делать ремонт, там, по-моему, хотели делать лифт, поэтому была такая низкая цена. Ну и понятное дело, что на такой вариант мы не согласились, потому что это просто жить, ну, я не знаю, типа как на стройке. Итак, как же искать квартиру на Edgtime? Так, мы зашли на сайт Edgtime, здесь можно перевести в хроме на английский, что, в принципе, будет примерно всё понятно. Я, наверное, покажу всё-таки на иврите. Я хочу вам показать на примере, например, Кирьят Моцкин, это пригород Хайфы. То есть тут мы вбиваем на иврите Кирьят Моцкин. Здесь мы можем выбрать, что именно мы ищем, например, квартиру. Здесь мы выбираем от скольки комнат. Давайте поставим, например, от полутора комнат до, скажем, трёх. И, например, мы ищем квартиру до трёх тысяч шекелей. Здесь мы можем задать дополнительные параметры. Так, например, мы можем отметить, что нам нужна мебель, нам нужен мозган. И давайте поставим, что мы ищем квартиру на долгий срок. Нажимаем «Поиск». И вот здесь мы можем видеть все варианты, которые выдались по нашим запросам. Вот так мы можем открыть объявление, посмотреть фотографии. Вот, например, квартира в Кирьят Моцкине. 65 квадратных метров, третий этаж, две с половиной комнаты за 2 900 шекелей в месяц. Когда мы нашли нашу квартиру, мой дядя съездил сюда, записал мне видео, поговорил с нашим ориентодателем. Он, кстати, оказался русским, но на самом деле это большой роли не играет. То есть вы так или иначе будете заключать договор. У нас договор был на иврите, потому что это Израиль. И когда мы уже приехали, получили труда дзоуты, мы подписали договор с нашим ориентодателем. Когда мы получили чеки, мы выписали ему 12 чеков плюс чек-петахон. И вот спокойно живем здесь. У нас квартира трехкомнатная, хотя тут тоже есть свои нюансы, потому что в Израиле довольно сложно понять логику, как они считают количество комнат. Например, когда я нашла эту квартиру, насколько я помню, она указывалась как две с половиной комнаты. Хотя у нас есть кухня, совмещенная с салоном. Салон — это гостиная. У нас есть отдельная спальня, у нас есть кабинет. У нас есть еще такая комната грязи, где стоит стерильная машинка. И также у нас есть отдельный туалет и отдельный душ. Ну, то есть две разные комнаты. Как-нибудь чуть попозже я очень хочу записать вам тур и показать вам наши апартаменты. Так вот, что касается количества комнат. Например, если вы поставите в параметрах, что ищете однокомнатную квартиру, скорее всего, вам начнут выпадать варианты студии. Ну, в российском понимании студии. Где кухня объединена с комнатой, это просто такая маленькая комнатка, там, не знаю, 25-30 метров. Вот. Если же вы хотите искать квартиру с отдельной спальней, то выставляйте параметр полутора комнат. Скорее всего, вам начнут выпадать варианты, где отдельная спальня, отдельная кухня, ну, и, соответственно, санузел. Но, опять же, это все скорее на усмотрение самого арендодателя, то есть как он забьет вариант на сайт. Если он поставит две с половиной комнаты, это будет две с половиной. Если он поставит три, это будет три. В любом случае, не стесняйтесь писать им на WhatsApp. Они указывают свои номера, задавайте им вопросы. И, в целом, если человек заинтересован сдать свою квартиру, он с радостью ответит на все ваши вопросы. А на что еще стоит обратить внимание? В Израиле есть такое понятие, как дудшемыш, это солнечный водонагреватель. Мы еще не получали наш первый чек за коммунальные услуги, но то, что мы слышали, дудшемыш, то есть водонагреватель, который работает от солнца, очень сильно экономит вам счет за электричество. Когда светит солнце, он греет бойлер, и потом эту воду вы можете расходовать в душе, в крайне, в общем, во всех ваших водных местах. А если у вас нет дудшемыша, то, соответственно, горячую воду вы будете нагревать от электричества, и это скажется на вашем счете за электричество. И также, как у Леха Даш, обращайте внимание на мебель. Очень советую брать квартиру с мебелью, даже если это не супер мебель вашей мечты, потому что, когда вы приедете в Израиль, поверьте мне, у вас будет очень много других забот, и у вас, скорее всего, просто не будет времени на то, чтобы ходить по магазинам, искать нужную вам кровать и так далее. Гораздо проще это все поменять в процессе жилья, но, по крайней мере, когда вы заедете в квартиру, у вас уже что-то будет. Также я знаю, что иногда сдаются квартиры без мебели, но, например, если перед вами там кто-то жил, возможно, вам удастся договориться, чтобы они продали вам эту мебель. Скорее всего, это будет гораздо дешевле, чем покупать новую мебель. Не стесняйтесь торговаться, и когда вы заедете, у вас будет хотя бы матрас, на котором вы сможете спать. По поводу платежей, помимо самого съема жилья, помимо оплаты коммунальных услуг, это электричество, вода и газовые баллоны, которые, скорее всего, вам придется заказывать самим, есть такое понятие, как арнона. Это плата за землю, на которой стоит ваш дом, и, если честно, мне до сих пор непонятна логика, потому что есть дома с какой-то огроменной арнонной в 700 шекелей, 700 шекелей за два месяца. Тут все коммунальные услуги вы оплачиваете раз в два месяца. А есть, например, новые дома, сарноны, там, 200, 300, 400 шекелей, что в целом окей. И вообще, в целом, хочется пожелать вам удачи, не переживайте, все будет хорошо, вы не первый и не последний Олег Адаш, который приезжает в Израиль. Здесь, в целом, все готовы к тому, чтобы вам помочь. Это страна новых репатриантов. То есть, если не сам человек новый репатриант, то, скорее всего, его родители, либо бабушки, дедушки, либо еще предыдущее поколение репатрианты. Поэтому здесь все абсолютно нормально к этому относятся. Все будет хорошо, не переживайте. Конечно, гораздо проще, если здесь у вас есть семья, либо знакомые, которым вы можете скинуть вариант на посмотреть. Они съездят, снимут вам видео, пообщаются с арендодателем и дадут вам какой-то фидбэк. Но в целом, если у вас здесь никого нет, то просто снимите что-нибудь на Airbnb, на неделю, на две, и поездите сами. В текущих реалиях найти квартиру, как оказалось, непросто. У нас сейчас друг ищет квартиру, но реально. Это Илья, мы с ним познакомились еще на Таглите пару лет назад, и я попросила его поделиться его опытом поиска квартиры в текущих реалиях. Каково это? Ну, в целом, сейчас реально и таковы, что очень большой спрос, очень большой поток новых репатриантов. Из-за этого все объявления, которые выглядят привлекательно, там, за привлекательную цену, они разбираются достаточно быстро. В целом, ну, глобально квартиру можно снять либо через сайт самостоятельно, напрямую у собственника, либо через местных агентов, они называются маклеры. А как вы сняли? Мы сняли через маклеров. Это было проще, это было быстрее, но немножко дороже. Спасибо. Нам, я хочу сказать, что нам, скорее всего, просто очень повезло, мы нашли квартиру довольно быстро, и квартира, в принципе, хорошая, особенно для первого жилья в Израиле, но у вас тоже все будет хорошо, я в это верю. Большое спасибо за просмотр, я надеюсь, что эта информация была актуальна и полезна для вас. Дайте знать, если у вас есть какие-то вопросы, будем рады на все ответить, а также, если у вас есть какие-то идеи, про что вам было бы интересно узнать или посмотреть, тоже не стесняйтесь писать об этом в комментариях. Большое спасибо, всем хорошего дня, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok